Бразилия, Россия, Индия и Китай Четыре страны, привлекающие бизнесменов из западных стран своим инвестиционным потенциалом. Но с какой стороны подступиться к выгодным рынкам? Особенности законодательства и элементарная разница в менталитетах подчас сдерживают предпринимателей от того, чтобы сделать первый шаг. Чему быть готовым при налаживании бизнеса в новых регионах? Такой семинар под началом русско-британской торговой палаты прошел накануне в Лондоне. Крыша и блат – жаргонные термины, кажется, прочно вошедшие в словарный запас британских предпринимателей, занимающихся бизнесом в России. Это предрассудки или реальная составляющая деловой среды восточного соседа? Единого мнения у специалистов нет. Это довольно-таки старое понятие. Эти слова, возможно, уже исчезли из широкого обихода, но определенная форма влияния и ведения бизнеса остались. Кстати, я бы не стал использовать слово «блат» в негативном контексте. Например, в Британии есть выражение «английский клуб». Оно, по сути, означает то же самое. То есть это группа людей, которая исторически обладает властью и влиянием. И вы не найдете страны, в которой подобного явления не существует в той или иной форме. Как говорят эксперты, по правилам в России играют в основном представители более молодого поколения бизнесменов. При этом круговая порука и коррупция – неотъемлемые составляющие крупного бизнеса. Увы, они встречаются во всех странах, в том числе и в Европе. Об этом рассказал эксперт по инвестициям Роберт Харли. Но, по его же словам, именно бытовая коррупция – основная причина, по которой западные предприниматели не торопятся инвестировать в Россию. Но дело не только в ней. Еще один нюанс – несовершенство законодательства. Например, сегодня в России крайне запутанная система получения трудовой визы. В Индии и Бразилии аналогичные механизмы работают куда легче. Однако, не так давно президент упомянул о том, что ряд законодательных барьеров на пути западных инвестиций будет убран. Мэри Чабаня, Дмитрий Серостанов, профаваша, Лондон, Великобритания.